Всем привет! Сегодня я вам покажу рецепт десерта, который можно сделать всего за 5 минут. И это, кстати, не преувеличение, действительно, этот десерт можно сделать за 5 минут. Если к вам неожиданно нагрянули гости, или вы открываете холодильник в поисках хаотичных чего-то сладкого, вообще ничего нет, это тот вариант, который готовится из того, что, в принципе, всегда есть под рукой, ну, по крайней мере, у меня эти ингредиенты всегда под рукой есть. Поэтому, если просто срочно захотелось сладкого, то это отличный вариант. И давайте я покажу, что вам для этого понадобится. В первую очередь, вам понадобится 10 г отрубей, любых, какие вы любите. Дальше 10 г цельнозерновой муки. Вы можете взять тоже 1 столовую ложку какао. У меня это кероп, потому что я его люблю больше. У него нет такого горьковатого привкуса, как у какао. Если вы любите вот такой вот шоколадно-горьковатый привкус, то возьмите какао. Если вам нравится более мягкий такой шоколадный вкус, то тогда кероп это отличный вариант. И также я взяла здесь приблизительно чайную ложечку ванильного сахара, чайную ложку разрыхлителя. Также нам понадобится одно яйцо. Выбирайте какое-то небольшое яйцо, то есть такое прям огромное нам не нужно. И также здесь у меня 30 мл молока. Также нам еще понадобится мед, но его я буду использовать уже позже и покажу вам как. Итак, для начала все просто. Мы берем вот чашечку. Чашечку, кстати, лучше выбирать именно такую, одинаковые формы, да. То есть не такая, которая расширяется кверху, или какая-то странная форма. Максимально простую, такую вот продолговатую чашку выбирайте. По моему опыту, получается самые красивые десерты в ней. Теперь в эту же чашку мы переносим все наши ингредиенты. Также сюда разбиваем яйцо. Целиком. Все, что нам осталось теперь, это просто размещать содержимое. Я вот так вот это делаю ложечкой. И должна получиться такая, как шоколадная масса, вот она у нас. Теперь нашу чашечку мы ставим в микроволновую печь. Приблизительно где-то минуты на 3,5-4 на максимальной мощности. После того, как вы достаете этот десерт из микроволновки, должно быть что-то вроде этого. То есть он не должен тоже прилипнуть, поэтому мы его достаем. Вид у него изначально такой, не товарный, скажем так. Поэтому я сейчас покажу вам, как его немножко приукрасить. Так как он получается достаточно высокий, его лучше разрезать на несколько слоев. Своего рода, как коржики такие сделать. И вот приблизительно где-то 3 будет достаточно. И каждый из этих слоев я люблю промазывать медом. Именно это и добавляет сладости этому десерту. Откровенно говоря, для того, чтобы сахара сюда добавить, достаточное количество, чтобы это было сладко, то сахара нужно очень много. Поэтому я в этом не вижу смысла. И изначально я вообще ничего не добавляла. Сейчас я буду смазывать это все медом, который я уже приготовила. Намазывайте как на бутерброд. Достаточно обильно. Потом сверху второй слой. И второй точно так же намазываем. Вот, теперь это будет действительно очень вкусно. Осталось сделать это красиво. Перекладываем его в тарелочку. И для украшения нам понадобится сахарная пудра и сито. Ну все, теперь это не только вкусно, но еще и красиво. И именно вот так вот уже можно подавать даже к столу. Как я и говорила, рецепт готовится очень-очень быстро. За 5 минут управитесь, это точно. Если будете пробовать его готовить, обязательно выкладывайте в инстаграм с хэштегом ПП Beauty Benefits. И также делитесь своими комментариями по поводу того, как вам понравилось, не понравилось, чтобы вы добавили, изменили. Жду ваши комментарии, пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. И мы с вами увидимся в следующих моих видео. Пока! Сегодня мы с вами постараемся повторить макияж Kendall Jenner. Впереди весна, уже она в принципе не за горами. И мне кажется, что ее макияж просто замечательно на эту пору подходит. Ладно. Позитивный настрой пахнет мужиком. И принцип заключается в том, чтобы размазывать это по лицу.